В 2018 году, в штате Нью-Мексико, внимание общественности и СМИ привлекла к себе обсерватория, по наблюдению за пятнами на солнце. Научным учреждением заинтересовались после того, как стало известно о ее закрытии агентами ФБР. Персонал обсерватории эвакуирован 6 сентября, передавал ТАСС со ссылкой на портал space.com. До сих пор никакого внятного объяснения произошедшему официально дано не было, кроме заявления директора обсерватории Джеймса МакКейтера. Телескоп не обнаружил пришельцев, все данные будут опубликованы. Мы ничего не утаиваем и не получали приказа засекречивать результаты исследований. По словам жителей штата, и представителей органов правопорядка, действия ФБР напоминали тщательно спланированную спецоперацию. Как утверждает шериф округа, местных полицейских, федеральные агенты в ее суть не посвятили. Они отказались сообщить нам, что происходит, какова цель их пребывания здесь, никто не говорит. Приехали они очень быстро и все держали в секрете. У них здесь был вертолет Black Hawk, куча народу с аппаратурой, и рабочие, которые забирались на башню обсерватории, но с какой целью, нам не сказали. Сообщил шериф Бейни Хаус региональной газете Аламагорда Daily News. Особой интриги добавило то, что обсерватория Санспад расположена в 200 километрах от места, где в 1947 году произошел Розуэльский инцидент, и приблизительно на таком же расстоянии от места, где чуть ранее была испытана атомная бомба. Спустя еще немного времени, стало известно, что одновременно с обсерваторией Санспад по всему миру, было закрыто еще шесть аналогичных обсерваторий. Сетевая купольная камера XS232D, расположенная в Сидне, Австралия, веб-камерой в обсерватории SOR, Южный астрофизический исследовательский телескоп, Чили, веб-камерой телескопа Бреттер Тенерифе, расположенного в Испании, веб-камерой в обсерватории Мауна Кеа при Гавайском университете Хилла, веб-камерой в обсерватории Кеннадо-Франца-Хавайи на Гавайях, веб-камерой в обсерватории Джад Ферлис-Хиллс, штат Пенсильвания. Таким образом, были одновременно закрыты сразу семь, смотревших в космос под одинаковым углом обсерваторий. Пока спецслужбы закрывали обсерватории, гражданка Мария Г. Хилл из города Салом, штат Индиана, наблюдала за Солнцем в частном порядке и сделала следующее изображение, которое, объединила в видеоклип, и выложила его в сеть, но видео было быстро удалено. Мария написала на своей странице в Фейсбук, 11 сентября 2018 года, в 8 часов 02 минуты утра, Салом, штат Индиана. Это то, что появилось в моей камере после того, как я сделала снимок Солнца на восточном небе этим утром. История с закрытием обсерваторий и снимками Марии Хилл на этом не закончилась, а наоборот, получила новое и неожиданное продолжение. Среди множественных изображений неопознанных НЛО удалось зафиксировать объект неизвестного происхождения, находящегося в так называемой «точке Лагранжа» между Землей и Луной. В разное время, с определенной периодичностью, этот объект попадал в поле зрения наблюдателей. Еще в 1998 году, астронавты сфотографировали на земной орбите странный предмет. Серебристый объект, запечатленный на фото, напоминал какой-то прибор из научной фантастики, и получил в прессе название «Черный принц», а в ученой среде – «Чайник Рассела». В конце 2000 года, астроном-любитель с островов Фиджи, совершенно случайно зафиксировал неизвестное космическое тело на орбите, высотой 480 километров, и тотчас сообщил о своем открытии в НАСА, там специалисты немедленно навели в указанный район радары, подняв архивы, пришли к неожиданному выводу, это не что иное, как некогда пропавший «Чайник Рассела». К тому же «Чайник» постепенно приближался, но не отвечал на радиозапросы. В НАСА было принято решение снять объект, когда он снизится до приемлемой, для этого орбиты. 16 ноября 2020 года, операцию по его захвату удалось осуществить, во время миссии пилотируемого корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. При этом, в НАСА сообщили, что был успешно проведен «мягкий захват». Это случилось в 6 часов 47 минут по московскому времени, экипаж доложил о том, что операция завершена успешно. Перед захватом астронавты взяли паузу примерно в 6 минут. Это нужно было, чтобы дождаться рассвета. Тогда объект был виден лучше. Стыковка произошла путем захвата манипулятором, которым управлял экипаж Crew Dragon. На Землю ушло сообщение, вызвавшее удивление и восторг специалистов НАСА. Предмет имеет высоту 27,56 дюйма, не подходит под определение «космический мусор», также не похож на стереотип чайника Рассела и даже не бидона сербского, а напоминает русский самовар с нахлобученной чайной бабой «Ти Колузи». Что это за объект и как он оказался в точке Лагранжа, остается загадкой. Хочется надеяться, что не навсегда, потому что технологический груз, после завершения миссии Crew Dragon, отправленный морским контейнером, который был продан с интернет-аукциона в порту, как не прошедший таможню. Глава НАСА Джим Брейденстайн прокомментировал произошедшее. Это вызывает удивление и какую-то глубокую оторопь. Джим Брейденстайн уволен с должности 20 января 2021 года. Покупатель контейнера зарегистрировался на торгах под именем Бинк Лю, предъявив водительские права. Содержимое контейнера вывезено в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что водительские права принадлежат 37-летнему ученому Университета Питтсбурга, Бинк Лю, который был застрелен за несколько месяцев до этого, 6 мая 2020 года, в собственном доме. Убийство пытались замаскировать под суицид. Однако это не удалось. Предполагаемый убийца, 46-летний ХАГУ, также был найден мертвым в машине, припаркованной неподалеку от дома жертвы. В данный момент, поиск чайника Рассела, осуществляется через посредничество Национального центрального бюро, НЦБ, Интерпола. Глава Интерпола Алекс Мюллер назначил награду, в 50 тысяч долларов США за любую информацию о местонахождении чайника Рассела, сообщает The National Intest. Примечание к вышесказанному. Чайник Рассела, аналогия, приведенная английским математиком и философом Бертраном Расселом, для объяснения принципа, согласно которому, бремя доказательства, например, истинности религиозных утверждений, лежит на утверждающем. Вкратце, парадокс чайника Рассела заключается в следующем, ученый не обязан доказывать, что чего-то не существует. И наоборот, любое утверждение о существовании предмета, или явления, должно быть чем-то подкреплено. Бидон сербского, или иррациональный бидон, это мысленный эксперимент, придуманный сербским в 2020 году и иллюстрирующий невозможность решения задач, оперирующих иррациональными идеями. Если принять факт существования алюминиевого бидона, наполненного бесконечным количеством сливок в неком выдуманном мире Х, как проверить, эмпирическим путем, факт бесконечности наполненности бидона, наблюдателю Y, из мира Х? Не вздумайте во все это поверить, а то были уже, случаи. Музыка 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 Музыка